Так, всем здравствуйте, выжившие, которые остались после целого дня. Юридические темы всегда не самые, так скажем, захватывающие, но бывают интересные для геймдев, наверное, уже в процессе, когда мы создаем игру, когда начинаем работать. Но сегодня с организаторами мы обсудили такую тему, как ключевые конфликты, которые были в 2023 году, почему бы о них не поговорить. Сразу оговорюсь, что это не российские кейсы. Российских кейсов было не так много, и, возможно, они не были такими резонансными или теми, на которые хотелось бы обратить внимание. Поэтому будут эти кейсы в основном зарубежные, на слайде вы их видите. Как правило, это ключевые игроки рынка, индустрии, какие-то большие компании, которые защищают свои права, против которых судятся, за которые судятся. И поэтому мы обсудим кейсы 2023 года и в конце, конечно же, затронем Palward, который вышел совсем недавно, который очень много заработал, но у которого тоже есть свои вопросы. И первый кейс — это известные корейские студии, которые судятся друг против друга. Сначала их разбирательство было на территории США, затем перенеслось в Корею, так как суд США отказал им в рассмотрении их требований. Суть дела заключалась в том, что была одна студия разработки, которая разрабатывала свою игру, потом из нее ушли работники, создали свою студию и выпустили в очень короткий срок игру, которая, как показалось, студии первой, в которой они работали, Nexon в данном случае, очень похожей на ту игру, которую разрабатывала долгое время Nexon. Поэтому Nexon обратилась в суд США с требованиями, чтобы наложили судебный запрет на игру Dark and Darker. Суд США сказал, что все, конечно, хорошо, но, пожалуйста, идите, судитесь на свою территорию, вы компании корейские, идите в суд Кореи. И примечательно, что требования Nexon были таковы, что новая игра, которая вышла в короткие сроки, очень сильно похожа персонажами, очень сильно похожа атрибутикой. И Nexon заявлял о требовании, что так как украдена коммерческая тайна, так как произошла кража кодек, кража авторского права, то, пожалуйста, запретите им выпускать эту игру. Суд, конечно же, сказал им, что нет, запрет ваш мы удовлетворять не будем, но разберемся при следующем рассмотрении дела. В то же время ответчик против Nexon выдвинул свои встречные требования о неконкуренции, так как говорил, что почему вообще они вмешиваются в нашу деятельность, мы игру писали сами, мы прав не нарушаем, давайте разбираться. Поэтому первое разбирательство у них прошло в ничью, ждем следующего разбирательства, которое, очевидно, будет в 2024 году. Следующее дело, которое было таким же интересным и не менее захватывающим, это дело про хореографа, который поставил танец. В далеком 2017 году видео с этим танцем набрало миллионы просмотров на YouTube, и Fortnite в 2020 году выпустил визуализацию эмоций по видео этого хореографа. И хореограф несколько лет назад, опять же, подал свой иск в суд США и указал на то, что вообще это хореография, это произведение, объект авторского права защищается, и почему в Fortnite появилась вот эта визуализация. Первоначально суд отказал и сказал, что набор POS не является каким-то произведением, не может быть защищен как авторское право, как произведение. В общем, отказал хореографу в иске. Но в 2023 году хореограф не отчаивался, он подал апелляцию, и апелляционный суд сказал, что да, это дело заслуживает внимания, мы будем рассматривать это дело, потому что отдельный набор POS можно, конечно, считать, что не защищается авторским правом, но если мы эти POS сложим воедино, то получим произведение, в котором есть тайминг, в котором есть аранжировка и так далее. И, к слову, у хореографа как раз в бюро авторского права США были зарегистрированы права как на видеоролик, так и на само произведение, хореографическое. Поэтому вот это дело будет интересным с точки зрения именно новой цифровой эпохи, когда короткие видео там из ТикТока или на Ютубе залетают там с какими-то танцами, и потом мы это можем видеть, да, в каких-то других продуктах. И вот как здесь поведет себя суд, большой вопрос и интересно, как это будет рассмотрено. Вот здесь как раз адвокат хореографа сделал сравнительное такое видео, почему хореограф считает, что его движение, его танец украден, почему это действительно заслуживает внимания и почему права хореографа нужно защитить. Конфликты, которые были резонансными, которые закончились в 23-м году суд поставил точку в обоих делах, это Epic Games против Google и против Apple. Собственно, требования Epic Games были просты, они остаются по сей день о том, что два монополиста, Google и Apple, нарушают антимонопольное право тем, что навязывают другим пользователям либо какие-то условия, которые не соответствуют закону о конкуренции, либо они монополизируют рынок и говорят, что предустановки плей-маркетов должны быть только от их компаний. Примечательно, что американские суды идут на пути к тому, чтобы обращать внимание на требования разработчиков, удовлетворять требования разработчиков и действительно делать более благотворной почвы для работы, потому что, например, в деле с Apple, несмотря на то, что суд не посчитал Apple монополистом, но он обязал Apple внести правки в политику, которая говорит о том, что должна быть 30% комиссия, когда мы размещаем какое-то приложение в Apple и указываем платежную систему Apple. Требования Epic Games были в том, что нужно разрешить платежные системы другие, не обязательно Apple, не обязательно Google использовать. И вот одно из этих дел как раз по делу Apple примечательно тем, что допустимо будет свои платежные системы в приложениях указывать, и вот в том числе уже, конечно же, появились те, кто начали такие нововведения, собственно, о таких нововведениях думать именно в своих продуктах. тема тоже не новая, обсуждаемая очень много лет и всегда является камнем преткновения это лутбоксы. Являются ли они в игре азартной игрой или они не являются азартной игрой. Примечательно, что почему лутбоксы хотят все время подтянуть к азартным играм, потому что есть риск, есть то, что называется выбора, есть то, что называется, что мы платим одну допустим сумму, а выиграть можем тот предмет, который мы не хотели, не совсем хотели, который нам никакой пользы не принесет. И вот интересно, что до сих пор, про Россию мы поговорим чуть дальше, до сих пор даже в мире пока не определились, азартная эта игра или не азартная игра. Одни суды говорят, что это азартная игра и запрещают лутбоксы. В некоторых странах запрещены лутбоксы, это Бельгия, Нидерланды, но другие суды, например, как суд Канады говорит о том, что нет, лутбоксы нельзя заведомо изначально считать азартной игрой. Так вот, как раз если мы говорим про Россию, то по закону конечно же азартные игры у нас запрещены, если это азартные игры, то это определенные должны быть правила, жесткие требования. Но когда мы говорим о лутбоксах, как правило, в 90% случаев в России их не признают азартной игрой, именно потому, что есть такие важные критерии, благодаря которым лутбоксы можно не признавать азартной игрой. Это во-первых, потому что они беспроигрышные, то есть в любом случае мы что-то выиграем. И во-вторых, самое ключевое, которое как раз и зарубежные суды усматривают, что то, что мы можем выиграть в виртуальной реальности, в игре нельзя как-то вывести или продать за реальные деньги в реальном мире. То есть если это все виртуально, если это все только в игре, то тогда это не азартные игры и требования закона не нарушаются. Два дела были в прошлом году, они есть каждый год, которые касаются несовершеннолетних, так или иначе с ним связано. Вот одно из дел, оно говорит об игрозависимых, оно говорит о том, что глобальные огромные разработчики и издатели стали ответчиками в иске, которые подала женщина в отношении своего сына и мужа. Очень такое интересное дело в плане того, что она уточняет в этом иске, который на 129 страниц, вообще зарубежная практика такова, что у них иски очень объемные, очень подробно все описано. И она уточняет то, что эти игры, которые представлены на этих ресурсах, делают из ее ребенка игрозависимого, он тратит от 12 до 14 часов в день 13-летний ребенок в этой игре, он тратит семейный бюджет, у него появляются какие-то более физические, и поэтому вот эти все ответчики должны выплатить компенсацию за то, что ее несовершеннолетний ребенок стал игрозависимым. Что примечательно, что в принципе в мире игрозависимость последние годы начала рассматриваться более пристально. В некоторых государствах уже ввели определенные ограничения, которые говорят о том, что в игры там играем только в определенное время, опять же повторюсь, это в отношении несовершеннолетних, то есть вот такой категории, которая всегда у нас по-особому защищается, то есть есть у нас какие-то возрастные ограничения, которые мы указываем, есть опять же игрозависимость, о которой всемирная организация признала как болезнь и теперь с тех пор определенные страны вводят свои ограничения. Из примеров, которые были уже рассмотрены, это как раз приведено на слайде дело, когда суд встал на сторону истца и обязал компанию выплатить ему деньги на лечение, потому что он стал игрозависимым от конкретной игры. Как суд пойдет в этом случае, который иск был подан в 2023 году, будем наблюдать в 2024 году и как он разберется в этом деле. Еще одно дело, опять же, крупнейшая корпорация, тут группа инициативных родителей подала иск, обвиняя компанию в том, что у них нет верификации, нет достаточных средств защиты в игре, которая помогала бы отследить родительский контроль, что называется родительский контроль, когда ребенок входит в эту игру и тратит сотни долларов на покупки, на обновления, на какие-то допы. И в том числе в этом иске эта группа родителей указывает о том, что мало того, что нарушаются все законы возможные штата, которые так или иначе косвенно или прямо относятся к игре, но в том числе утверждают, что нет достаточных мер. Компания Roblox, конечно же, в свою защиту утверждает, что, конечно, у нее все эти требования соблюдаются, что у них есть и родительский контроль, что у них есть подтверждение о транзакции, что у них есть чаты специальные, которые позволяют выверять, если это несовершеннолетний и какой контент ему соответственно подгружать. Но вместе с тем иск такой есть и посмотрим, чем рассмотрение закончится. Вообще интересно и примечательно, что за рубежом такого рода коллективные иски очень популярны и развиты. То есть в нашей стране этого меньше и в принципе в нашей стране если мы берем геймдев споры, то они в основном могут касаться опять же тех самых лутбоксов или читов или банкротства студий каких-либо. То есть если мы говорим о несовершеннолетних, в отношении которых родители подавали исковые заявления, то конечно у нас в стране таких дел не найдется. Это интереснейшее тоже дело. Объясню почему, потому что здесь мы уже будем говорить о такой категории, как голос, использование голоса, дипфейки и дальше еще будет одно про нейросети, то есть то, о чем сейчас очень все много говорят, очень популярно, все разбираются в том, кто же, как же может использовать дипфейки, не может, чьи же это права. Так вот, одно из дел было про то, что компания Activision Blizzard в своей рекламе использовала голос, то есть аудио озвучку из видео из ТикТока, которое известный блогер выложил в своем блоге еще давным-давно. Компания Activision Blizzard посчитала, что так как его голос в этом видео находится в картотеке ТикТока, соответственно, он может оттуда ее взять и коммерчески использовать. Вот, конечно же, правообладатель этого голоса сказал, что нет, так не пойдет, мы его разрешение не брали, я не хочу, чтобы мой голос был в рекламе, и, соответственно, он подал претензию к Activision Blizzard с тем, чтобы она ему выплатила компенсацию. Видимо, компенсация была настолько огромной, что Activision Blizzard подала в суд требование о том, что этот блогер запросил очень огромную компенсацию за нарушение его прав. Но, однако, через некоторое время иск отозвала эта компания и сейчас в суде дело это не рассматривается. Что примечательно, если мы будем говорить о России, наконец-то, здесь будет на слайде российский кейс, если мы будем говорить о России, что у нас, как это вообще защищается? Прежде всего, первое, то, что хочется сказать, что нейросети, продукты нейросетей и вообще регулирования правовое в Российской Федерации отсутствуют. На сегодняшний день пока нет у нас правил, которые бы регулировали то, кому принадлежат продукты нейросетей, кто будет автором, кто правообладателем. Есть определенные дискуссии, есть мнения, есть концепции, которые среди юристов, конечно же, бродят, но пока в законопроект это в какой-то не вылилось. Вместе с тем у нас уже есть два судебных дела, вот одно из них на слайде, как раз о том, что у нас в гражданском кодексе есть только две статьи «Защита чести и достоинства охраны изображения гражданина», если мы говорим, да, ну, успешные у нас суды есть по изображениям, по фотографиям, это мы пока не будем затрагивать. Если мы говорим «Голос», позиция Роскомнадзора, что голос — это персональные данные, биометрические персональные данные человека. Вместе с тем, если мы заглянем в законы персональных данных, то персональные данные — это информация. «Голос» — это не информация, это нечто другое. Поэтому пока у нас, в принципе, не определились, что такое голос. Актриса озвучки, когда ее голос был обнаружен при озвучивании порно-роликов, то есть изначально она записывала свой голос для банка Тинькофф, чтобы озвучивать роботов, обучать роботов, через некоторое время она услышала свой голос в порно-рекламе, оказалось, что ее голос просто в банке голосов где-то присутствует, то ее может кто угодно купить, синтезировать и использовать. Она пошла в суд за защиту своих прав, но она выбрала статью не как защита интеллектуальных прав, не материальных благ, а как защита чести и достоинства. То, что нарушили ее права именно чести, достоинства, деловую репутацию, если мы говорим о компании. То есть она пошла по пути того, что она свой голос озвучивала, записывала для обучения и для банка, а он услышан был в порно-ролике. Поэтому тоже, как это дело кончится, пока непонятно. Заседание на апрель назначено, второе уже, в марте было первое заседание. Будем смотреть. И вот как раз от этого решения тоже будет такой небольшой прецедент, будет зависеть, как дальше будет развиваться практика, что скажет суд. Это районный суд, поэтому вдвойне интересно наблюдать, потому что это никакой не арбитражный суд, а именно суд районный, где люди будут разбираться, что же произошло и кто прав в этой ситуации. И еще раз про искусственный интеллект, раз уж мы уже затронули эту тему, и интеллектуальную собственность. То есть если мы говорим про игры, то, как правило, это игра, это мультимедийный продукт, в котором очень много интеллектуальной собственности. Это и аудио, это и графика, это персонажи, отдельно сами персонажи, это в принципе программный код, это может название быть игры, название игры зарегистрировано как товарный знак, то есть очень много всего в игре интеллектуальная собственность. И соответственно, если мы будем говорить об искусственном интеллекте, покуда у нас в России еще нет положений о регулировании искусственного интеллекта, в мире только в ЕС пока вышла директива о защите искусственного интеллекта, о результатах работы нейросетей, пока в принципе весь мир на пути того, чтобы разработать эти требования, у нас есть уже первые такие заявления, например, Valve отклоняет игры на своих площадках с искусственным интеллектом, то есть он просит либо подтвердить принадлежность всей интеллектуалки, компании, либо удалить из игры элементы, которые были созданы нейронкой, поэтому это тоже своего рода новая эра, то есть в принципе, как утверждает сам Valve, он говорит, что нет, мы не против вообще использования нейросетей, мы не против искусственного интеллекта, но, пожалуйста, если вы в вашей игре это используете, докажите, что правообладание и авторские права всех третьих лиц соблюдены. Продиктовано это тем, что, конечно же, в США, как я уже говорила, очень популярны коллективные иски, и вот к одному из такому мощнейшему монополисту нейросетей OpenAI за 2023 год просто пачками сыпались иски от коллективов, коллектив писателей, коллектив художников, коллектив сценаристов, и все они подавали в суд иск о том, что вот компания нейросети учит на их произведениях, на произведениях художников, на произведениях писателей, на произведениях сценаристов. Но суды США в 80-85% случаев такие иски отклоняли, подчеркивая, что коллектив авторов, писателей и так далее не доказали, что именно они обладают авторскими правами и не доказали, почему они считают, что именно нейронку обучили на их произведениях, и что она выдает, похожий на них текст или изображение и так далее. Поэтому Valve идет в ногу со временем. Понятно, что для разработчиков, возможно, это дискомфортно пока что, но как только будет принят закон, какой-то акт, который это будет регулировать, всем нам станет жить попроще. Ну и про Powered в заключении скажу. Вышла игра в предварительный доступ, в ранний доступ, и, наверное, все наслышаны о ней. Похожа она на Pokemon, как говорят многие обзорщики, многие геймеры. И, конечно же, Pokemon не мог на это не отреагировать и сказал, что, наверное, стоит провести, им будет проверку на предмет того, нарушены ли авторские права компании PocketPay, которая выпустила Powered. Какова суть этих требований? Ну, нарушение авторских прав, персонажей, стилистики игры. Но, опять же, когда мы говорим про авторское право, это должно быть настолько точное копирование, чтобы было доказано именно нарушение прав. Может, конечно, Pokemon это и докажет, но это будет сложно доказуемо, что общая стилистика похожа. Если мы говорим про PocketPay, то вполне, например, как вариант, они могут себя защищать тем, что говорить, что это просто пародия на Pokemon, это там еще что-то. Но, опять же, компании японские в Японии более строго разбирательства по интеллектуальной собственности идут, чем, например, в США, где спокойно могут сначала отказать в иске, потом удовлетворить этот иск. Здесь все будет сложнее. Но пока официального заявления такого, чтобы в судебном порядке это дело рассматривалось, не было, будем ожидать, опять же, что будет, как будет, будут ли какие-то подвижки в этом деле. У меня все. Давайте попробуем видео воспроизвести, где все-таки я говорила про… Если не получится, то можем тогда поотвечать на вопрос. Спасибо за ваше внимание. Если есть вопросы, я готова на них ответить. Здравствуйте, спасибо за доклад. Меня зовут Данил. Я хотел бы немножечко не по теме доклада, а скорее просто в контексте юридического, как сказать, ремесла в вопросе геймдева. Если мы говорим про маленькое Индии, у которого нет штата юристов, у которого нет огромных бюджетов, чтобы защищаться от патентных троллей, от каких-то, опять же, преследований со стороны законодательства, то вопрос следующего характера, как вообще маленькому Индии начать и не напороться на юридические какие-то аспекты именно права в вопросе интеллектуальной собственности. Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Вопрос такой глобальный, но если, например, отвечать коротко, наверное, с двух сторон его рассмотреть. Первое, если вы начинаете собственную разработку, во-первых, следить за защитой собственных прав, то есть банально сохранять все ваши исходники. Если у вас какие-то уже есть наработки, будь то персонажи, то есть то, что не техническая часть, но хотя и техническая часть, фиксировать за собой дату возникновения авторского права. Самый простой способ отправить себе же на имейл исходники, все, которые у вас есть, и периодически это делать. Апгрейды или еще что-то. Это самый простой способ, самый бесплатный, самый недорогой. Второй способ, это часто так делают многие компании, которые уже 2-3 человека, допустим, распечатывают тот же код, например, в каком-то варианте, в первоначальном. Запечатывают в конверт, отправляют себе на свой же адрес. Это вот два способа, которые самые популярные. Конверт хранится закрытым, с печатями почты России, и если какой-то возникает спор в суде, он скрывается. Это если говорить с той стороны, что вы свою собственность защищаете. Ну, опять же, не будем вдаваться в подробности. Если вдруг у вас стало 2-3-4, то хорошо бы между вами всеми заключить какое-то соглашение. Возможно, изначально оно будет не совсем юридическое, но потом, когда вы подойдете к релизу, вы сделаете его более формальным. И там указать уже правила, по которым вы будете играть. Например, что вы там будете, кто-то из вас будет заниматься маркетингом игры, кто-то продвижением, кто-то будет дорабатывать, как эти доработки будут оцениваться и так далее. И если мы говорим о том, как не напороться на нарушение прав каких-то третьих лиц, ну, про нейросети все понятно, исчерпывающее. Пока нет закона, желательно просто, если вы это используете, хотя бы постараться проверить, есть ли какие-то авторские права на какие-то произведения. Опять же, если вы берете что-то из интернета, если это стоки, если это просто картинки, например, картинки берем, то, опять же, если мы берем со стока, проверять, какая там лицензия. Я, ну вот, честно скажу, по опыту работы именно с IT, с геймдев, читают лицензионные соглашения, то есть гораздо сложнее с теми, кто около этой сферы, да. Там просто взяли, скачали по какой-то лицензии, не знают по какой, что-то какие-то доработки внесли, потом прилетает претензия на 50 тысяч рублей, это хорошо, что на 50, сейчас это развито, очень прилетает и на 100, и на 200, и на 300, за то, что фотку откуда-то взяли, откуда взяли, когда взяли, все забыли, концов не помню. Вот, в геймдеве и в IT с этим проще, лицензии реально читают, ну и важно тоже понимать, если вы, конечно, игру берете, ну, планируете дальше монетизировать, то, конечно, мы покупаем со стока по коммерческой лицензии, где можно в дальнейшем продавать эту игру и объект, который можно продавать, монетизировать и так далее. Это что касается творчества какого-то, но, опять же, если мы говорим про название игры, про название игры, это и интернет, и поисковые ресурсы, которые есть открытые реестры, и товарных знаков, где мы можем посмотреть хотя бы в бесплатном варианте, есть ли что-то такое уже подобное, зарегистрированное. Вот, но это если коротко, да, как посмотреть, чем защититься и как защитить себя. Все, спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.